Добрый вечер, уважаемые зрители, особенно тем, кто подписался на наш канал и приветствую также тех, кто еще не подписался, но очень хочет. Ну, если серьезно мы хотим, я хочу сегодня рассказать, дать несколько советов по планированию тренировочного процесса, по как тренер, рассказать о том, как тренер пишет план и как я, например, вижу все-таки более правильно его писать. Я думаю, что совет в основном касается, наверное, не опытных, конечно, тренеров со стажем, а молодых тренеров, которые начинают свою работу или работают, но хотят работать получше. Я лично сам являюсь тренером серебряного призера юношеских олимпийских игр своего брата Вячеслава Яркина. От нашей страны на этих соревнованиях принимало участие на данный момент всего 4 человека. Это Рим Ахмедович Сиразиддинов со своим учеником Артемом Акуловым, который выиграл. Сергей Дорохин с Косовым вторым стал. Также и на последних юношеских олимпийских играх это Хитар Хугаев с Алгоровым стал чемпионом. И вот мой спортсмен стал вторым. Поэтому я думаю, что в плане детского спорта, я думаю, если какие-то несколько рекомендаций поделиться каким-то опытом, я думаю, будет только полезно. Ну вот, что касается планирования. Многие молодые тренера приезжают на сбор, вот я видел, уже 4 года находился на сборах сборной по юношам у Колесникова Николая Алексеевича. Плюс также я являюсь директором школы городской и вижу, как многие тренера планируют нагрузку своим ученикам. И вот некоторые ошибки, в том числе и мои тоже, я думаю, что поможет многим тренерам избежать этих ошибок. Я бы посоветовал брать тренировочный план большого формата, допустим, как эта книга, не маленькая, потому что очень распространены маленькие записные книжки и в них пишет план. Мне кажется, это не совсем правильно, потому что тренер записывает, вот я, например, записываю какие-то, вот одна тренировка занимает, ну, мало места, да, вот здесь, допустим, за понедельник, здесь за вторник, за среду. То есть вот этот разворот примерно на неделю, даже больше его можно вместить здесь плана. Вот здесь внизу пишут, я, допустим, пишу, допустим, надо закачать спину. Я записываю, допустим, НЧК, допустим, каждый день на неделю сюда-сюда-сюда записываю, там, на месяц вперед записываю. И потом, когда прохожу, уже забываю на следующей неделе, что нужно смотреть, что нужно ученику. И вот здесь раз вижу, что я написал, допустим, наклоны через козла, или там, добавить прыжков, или добавить удержание, а не держат накрыв в рывке. Потому что, как это ни странно, это кажется, человек, когда посмотрит, и кажется, что да я на каждой тренировке это помню, я всегда буду. Нет, не на каждой тренировке помню, буквально бывает, приходишь на тренировку и не знаешь, что такого написать спортсмену, чтобы он делал какие упражнения. И вот, я для этого советую, когда пишешь план, составлять себе еще отдельный листочек, в котором ты пишешь план общий на полгода, на более короткий период, там, на месяц, на неделю. На, допустим, на неделю я тоже, когда пишу, я вот, допустим, вот здесь пишу тот план на неделю, примерно, который я планирую, который я хотел бы, чтобы нагрузку сделал спортсмен на этой неделе. И потом, когда пишу план, просматриваю, сделал он это или не сделал. Также я хотел сделать, сегодня я дам только вот такие общие советы, не углубляясь вглубь этого вопроса, потому что планирование тренировок это серьезный вопрос, который исследуют многие, как бы сказать, и в институтах исследуют. Не будем, там есть и этапность в подготовке, есть и периодизация, и вот эта цикличность. Я думаю, что прям очень сильно научно не стоит подходить к этой проблеме. Ну и недооценивать нельзя. Нужно вот найти вот этот баланс правильный, да, между планированием, но и планировать надо, в том числе планировать на разные циклы, годичные, полугодичные, как я говорил уже, месяц, неделю. На следующий день, вот что хочу записывать. И в то же время нужно смотреть, тренироваться по состоянию спортсмена, как спортсмен чувствует себя. Я, например, на сборах тренировался, был тренер Тищенко Виктор Архипович. Ну, просто великолепная методика. И спортсмены, и Женя Чигишев, и Сергей Жуков, и Рома Константинов поднимали. Мне кажется, во многом благодаря методике, правильно составленной этим тренером. И тот же, например, другой пример, тот же Дима Берестов, Дима Клоков. Тренировались без тренеров, очень много, вот особенно Дима Берестов. Тренировался по своему самочувствию, тонко чувствовал нагрузку, свою реакцию на эту нагрузку, и тоже добился результата. Но это редкий такой вот экземпляр, чтобы одному тренироваться и дойти до результата какого-то. Что я еще хотел сказать? Я считаю, что обязательно нужно делать пометки. Пометки в конце плана. Вот, допустим, один план. Мы тренировались год, и какие упражнения я нашел для своего спортсмена, которые влияют на его технику, влияют на его движение, или, допустим, на развитие какой-то отдельной группы мышц. Вот, например, я потренировался, одно время попробовал атаки в силовых упражнениях, в приседаниях, в тягах, может быть, где-то в жиме. Но вот особенно в приседаниях и в тягах, они сильно мне показалось сработали, лично на моем спортсмене. Я его записываю, допустим, в конец плана, записываю, а добавляйте атаки в приседаниях. И мы их нет-нет используем для наращивания силы. Атаки это, то есть, когда ты приседаешь, допустим, там, грубо говоря, 200 на 5 раз, 210 на 4 раза, 220 на 3 раза. Потом 215 снова на 5, 225 на 4, 235 на 3. Потом еще одну такую атаку с увеличением, и потом можно по нисходящей расставить, там, керам 210, и 4 по 4 присесть, и добавить еще, если спортсмен еще будет способен что-то сделать. Вот. Многие, опять же, я говорю, вот тренера, например, тренируются, вроде смотришь, тренируются нормально, а когда выясняешь план, они, многие, даже не молодые, а хорошего возраста тренера, они тренируются по такому принципу. Спортсмен, ну что, спортсмен приседает, ну давай приседать, пока ноги не забьются. Или пока не откажут, таким образом, то есть, я думаю, что все-таки лучше здесь планировать, как, например, в шахматах, когда ты садишься играть, лучше садиться играть за шахматную доску, пусть с плохим планом, но который лучше, хоть с каким планом. Дело в том, что любой план можно проанализировать, увидеть какие-то ошибки, их исключить, а положительную сторону принять и развить на будущее. Вот это каждый тренер должен, я считаю, вот это учитывать. Следующий вопрос. В тренировках по планированию, я считаю, что, это тоже может быть тема для дискуссий, но я считаю, что особенно молодым спортсменам в юношеском возрасте лучше добавлять легкую атлетику. Легкую атлетику, включать туда бег, прыжки всевозможные, опять же, в разных комбинациях. Бег на скорость, короткие дистанции, 40-50-60 метров, больше не надо для тяжелоатлетов. Я считаю, какая-то пробежка больше, так сказать, для разминки общего состояния. Ну и прыжки всевозможные, разные прыжки, как в длину, обязательно разной разножки. То есть можно ноги широко ставить, уже, 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 совсем узко. И делать такие, допустим, по 5 раз в длину, там, в длину зала, да, по 5 раз 3 подхода широкой размножкой, потом также 3 подхода по 5 раз узкой и так далее. Мы выставляли такие прыжки в своем видео. Прыжки в высоту тоже можно и комбинировать их с прыжками в глубину, когда ты спрыгиваешь, отталкиваешься и прыгаешь снова в длину. То есть я думаю, что эти прыжки, во-первых, эти прыжки укрепляют связки, укрепляют связки коленные и также заставляют работать немножко в другой динамике ноги, чем привыкли. А организм спортсмена, вообще человека, он настроен именно так, чтобы работали, чтобы мышцы получали стрессовую нагрузку, непривычную для себя. Ты будешь приседать все время 4 по 4 или 4 по 3, к примеру, там, 100 керам, 4 по 3. И организм привыкает к этой нагрузке, ты ему поставь 120 потом, и он может и не присесть, может и как-то, то есть, неадекватно воспринять это. Поэтому нужно нет-нет проседать, чтобы добиться более роста результата, надо 110 керам, 4 по 4 приседать, нет-нет, и добавлять атаки, нет-нет, добавлять лесенки, допустим, 80 килограммов, там, подняться с 1 до 10. Или и, там, опуститься, не знаю, ну, можно таким образом. Можно включать упражнение медленно. Те же приседания, те же тяги. Я заметил, вот, у моего спортсмена, когда ему добавляешь медленное, в медленном режиме упражнения, он потом добавляет и в скорости добавляет, и прочувствует это движение. Также я хотел бы, хотел бы обратить внимание на тренировки слабых мест спортсмена. То есть, к примеру, ну, в тяжелой атлетике бывает, допустим, спортсмен хорошо рвет, плохо толкает. Или, наоборот, хорошо толкает, рывок отстает. Или упражнения, допустим, у него и те, и те ровные, но слабоватые ноги или слабоватая спина или руки. Поэтому всегда какие-то слабые места у спортсмена есть. И я бы, то есть, считаю, что такие дни, как четверг, суббота, воскресенье, хотя и спортсмену отдых нужно давать, но в то же время ничего плохого не будет, когда в период, например, в тренировочный период, не предсеновательный, а вот такой в общий период. Особенно на этапе начальной подготовки, на этапе тренировочной деятельности, ну, тренировочного этапа. Я думаю, что все-таки все дни загружать, если спортсмен профессионально тренируется, установил себе цель, там, Россию, Европу, мир. То есть, я думаю, что работу над ошибками нужно делать обязательно либо в эти дни, либо доправлять к третьей тренировке. Мы тренировались сами на сборах, где старшим тренером был олимпийский чемпион Николай Алексеевич Колесников. Он вел, настаивал на этих третьих тренировках. Я сначала проанализировал, продумал и, в принципе, пришел к выводу, что они оправданы, эти третьи тренировки, во многом. Особенно касающиеся юношеского возраста. Спортсмены приехали на сборы, или, если это может быть и не на сборах, это может в домашних условиях, если это целеустремленный спортсмен. Они часто занятием спорта, предпочитают занятия спорту и в недостаток учебы. Там, спортсмены, если обыкновенный человек, да, допустим, учится, готовится поступать, там, может, медицинский, какой-нибудь инженерный. У него очень многое занимает место для учебы. А у спортсмена он всю свою мотивацию именно отдает, мотивирует себя именно тренировками, той целью, которую он подставил перед собой. Поэтому прийти в зал в полдевятого вечера, если это вторник, четверг или суббота, это может быть просто вторая тренировка. Если это понедельник, среда, пятница, это может быть третья тренировка с полдевятого до девяти, до полдесятого. Это не обязательно работа со стопроцентными весами, не обязательно работа с какими-то очень сильными отягощениями, которые повлияют на сон или повлияют на физическое состояние спортсмена. Я думаю, что от этого будет только польза, потому что работа, особенно молодых спортсменов, они не делают растяжки, они не работают с пустым грифом, они не работают с пустой палкой. Я вот считаю, что с пустым грифом очень много упражнений на удержание, на удержание углов, на прохождение тех точек, это две основные точки, где у спортсмена, у молодых штангистов остановка штанги идет, это у подрыва первая и момент перехода в подсет, он дорвал отсюда, ему надо подсаживаться, они делают здесь паузу. Это пауза, ну для штангиста, конечно, очень негативное явление, потому что чуть ты замедляешь ход штанги, а уж не говоря о том, что штанга задержится здесь, она сразу стремится падать вниз. Вот, то есть вот на третьих тренировках можно вот это все обрабатывать, я так считаю. Также я считаю, что на третьих тренировках и вообще в тренировочный план надо включать работу на резинке. Я подготовил примерно вот такую резинку, допустим, она может быть и небольшая, то есть небольшого усилия, смысл в этих резинках. Я сам сначала к ним очень недоверительно относился, потом мне Дима Берестов подарил комплект нам со Славиком. Я попробовал ими заниматься и скажу, что очень хорошая штука, очень хорошо укрепляет связки. Локтевые, плечевые суставы очень хорошо укрепляет. Конечно, очень много будет, может, ну, много может быть упражнений и других, направленных уже на развитие силы. Это армбрестлерские, там, качать ими можно все удержание делать с большими резинками. Ну, вот я советую молодым спортсменам тоже включать ее в работу в себе, то есть смысл. У многих болят плечи, у многих болят локти. Я вот сейчас покажу прям. То есть ее за что-то зацепить, за что-то зацепить. И смысл этой резинки, что в разных углах можно работать, как в эту сторону, в эту сторону, на прямой руке вверх поднимать, чтобы передняя дельта работала, назад на заднюю дельту, на боковую ее часть. Поэтому и при этом прокачиваются как мышцы, так и связки плечевого сустава, локтевого сустава, то есть всех кистей. Очень полезная штука, я считаю, что в начале тренировки, в конце тренировки, я считаю, тоже это нужно добавлять. И один из важнейших советов молодым тренерам именно, это именно профилактика травм спортсмена. Потому что многие тренера работают как? Ну вот начали мы приседать со спортсменом, он приседал, грубо говоря, 100 килограммов, его рекорд. Нам нужно присесть 120 килограммов, чтобы толкнуть килограммы 70, 80 и так далее, или 90. И все, и приседают, 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 приседают. А спортсмен это же тоже не робот, не из железа, он приседает, пока не травмируется. Чтобы догнать результат, я считаю, нужно сначала подогнать базу физическую, это в основном тяги, приседания, жим. Потом подгонять под нее классические упражнения, рывок-толчок. Вышел на этот уровень, примерно под тот уровень, под которого ты подогнал вас, снова базу подгоняешь. То есть это страховка, то есть мышцы, корсет мышечной спины, ног, торса набирают силу. Ты под него потом подгоняешь классический рывок-толчок. И также в тренировках все-таки надо избегать, лично моего опыта, я считаю, пиковых нагрузок. Не нужно делать проходку в приседаниях, не нужно делать проходку в тягах. Проходку в рывке, в толчке, максимальные веса. Это приводит к повышенному риску возникновения травмы. А травму спортсмен получил, ну, во-первых, плохо, это сама травма. То есть это неприятно, больно и так далее. То есть и родители это крайне негативно воспринимают, и спортсмен, и тренер все. И плюс это отталкивает спортсмена на шаг, два и так далее, в зависимости от характера травмы, назад его отталкивает. Поэтому задача тренера со спортсменом еще и избежать травм. Поэтому лучше, вот если спортсмен приседает 100 килограммов, лучше не присесть, не сделать ему проходку, присесть 120, 130, 150. А лучше так запланировать нагрузку свою, чтобы эти 100 килограммов присесть на три раза в нескольких подходах. То есть поднять средний вес. Поднять средний вес. Если спортсмен 100 килограммов на раз приседает, средний вес у него где-то килограмм 80, который может работать свободно 4 по 4. Так вот этот средний вес 4 по 4, то что он работает, нужно и поднять. То есть перейти не пиковый результат поднять 100 килограммов, а вот эти 4 по 4 присесть там 85, 90 и так далее. И вот этот средний результат поднимать, это я лично вот и называю подвести базу, то есть физическую, там ног, спины и так далее. И потом уже только под них можно уже выходить и рывком и толчком. Рывок-толчок это более взрывные упражнения, более сложные, где работают все мышцы взаимосвязаны в одной системе. То есть они еще более травмоопасны эти упражнения, поэтому эти упражнения, помимо того, чтобы увеличивать в них нагрузку, их еще постоянно нужно усовершенствовать и техникой. Я хочу еще потом выпустить несколько видео, что касается вот с моей точки зрения, как психологически спортсмена, немножко готовить, скажем так. У нас такая правда с братом немного своеобразная психология, но тем не менее, как вот. И несколько видео хочу снять также вот по технике, той технике, которая, как мы видим, в рывке, в толчке, как правильно преодолевать те ошибки, которые возникают у многих тренеров на разных этапах своей работы. Ну, вот это все в ближайшее время мы хотим снять. В данный момент мы не можем часто снимать видео, так как готовимся к чемпионату Европы по-взрослому, который будет в апреле в Норвегии. Ну, надеюсь, вам было интересно. Я еще составляю вопросы по тем видео, которые у нас были на канале. Я видел, что в комментариях просят, задают определенные вопросы. Я на каждый вопрос не имею времени отвечать. Мы будем где-то раз в две недели собирать эти вопросы и как-то их потом организованно на все сразу отвечать. Поэтому, если вам было интересно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, тренируйтесь вместе с нами в сборной России. Спасибо. Спасибо.